Слушайте, я не жру ночью, ты не спишь ночью, ты жрешь. Ничего, такие дозировки сумасшедшие. Лучше делить дозировку пополам. Поэтому оторванная грудь, оторванный квадрицепт, отрезанная печень. А, наконец-то Денис станет чемпионом России. Не будет травм, если ты нормально восстанавливаешься и спишь. Яйца там не висят наверняка уже давно. Анализы. Я долил. Да, конченое упражнение. Блядь, да нет, да тяжело. Как фруктами-то добирать, блядь? Углеводы фруктами добирать? Хуйна, блядь, ёбану рот. Углеводы должны быть, а не фруктозу, блядь. Че, блядь, делать с ними? Сука. Че вот это, пацаны, Дельта? Ходить вперед, заставай, кайф. Я стану большим, я говорю, ты так большой. Нет, я, блядь, хочу, я так говорю. Я тогда себе возьму, просто мне надо начать. Ты просто начни на маленькой дозировочке, да. У меня пока нечего, я к тому, что начать не пламя. А его подкожный можешь ставить? Слушай, у этих, у вьетнамцев покраснение. Подкожный? Ага. Ну, у них и от гормона. С самотекса много уроков. Я вот, я начал просто самотекса под кожу ставить, у меня силей наполнять ничего. Самотекса под кожу начал ставить, силей наполнять ничего. У тебя, я думала, осталось-то быть уже под кожей немного, поэтому. А он, что, внутримышечная тебе, что ли? Да ты в кольце так ставь. Хуйна, я тут прям... Ты можешь записывать уже? А, ты записываешь? Ну, вот и весь ролик, всем привет, всем пока. Вот и поговорили. Все внутримышечное. Я то так, то так. Ну, и глаза купил у себя в живот. Я тоже так делаю сначала, когда там не протыкается, и уже потом... Уже, когда я игла вот так вот, тоже... У меня, к неделю хватает шприц. Это очень экономно. Нет, у меня 10-14 дней обычно. 10-14 дней, а до инсулинки? Одну инсулинку. Я очень-очень экономно. Я думал, наркоманы, знаете, о, два раза, фулин, единичная. Бля, еще не просирай, да? У меня еще, ну, Слава, приехал, он говорит, Славян, он говорит, у тебя есть инсулинка? Я говорю, а вон, возьми его в холодильнику. Он говорит, ты же ей ставишь. Я говорю, что, я... Типа в жопу ебались, а одну инсулинку ставить нельзя, да? Слава, расслабься. Надо грязь начинать. Ну, надо ли поиздеваться над вами? Я всего 7 дней ставлю. Да, нет, слушай, я так, я утром проснулся, короче, ну, гормон поставил. А у меня инсулинки неправильные, кутылки маленькие, по полкубика, которые такие, пиздюки есть инсулинки. Так, ну, краски, 5 единиц гормона поставил, взял другой флакончик, с ФР, из нее набрал, поставил. Так, надо и ФР после тренировки сделать. Туда же набрал, что я на ФР кинул в сумку. Я ставлю, что и с утра, и вечером, по половинку дозировки. Вечером не забываю обычно. Без разницы, если... Я иногда просыпаюсь, там, постать ночью, тогда ставлю гормон. Ну, смотри, с точки зрения концентрации самотропного гормона, ну, я имею в виду дозировку... Слишком умный начал говорить, а потом сломался вот этот вот. Нет, ну, допустим, у меня дозировка, к примеру, и вот у человека, ну, небольшая, 4 единицы. По 2 лучше, по 2 будет эффективнее. Концентрация СТГ будет выше в крови. Период полураспада гормона роста 6 часов. Соответственно, если ты его делаешь дважды, то у тебя 12 часов за сутки выше общий самотропный гормон. Это раз. Второе... Сейчас, секунду, я тебя перебью. Есть разница, я, к примеру, просто цифру из потолка. То есть, если я, допустим, ставлю 4, у меня, допустим, 15. Если я ставлю 2, у меня 7,5. Да. Насколько эффективнее иметь дольше 7,5, чем 15, но короче. Эффективнее иметь дольше 7,5. Эффективнее иметь дольше 7,5 раз. Плюс физиологически у тебя рано утром низкий сахар. Хорошо мы ставим. И когда мы колем его на ночь, то же самое, ну, по задумке, на ночь у нас тоже должен быть во сне низкий сахар. Если мы не сажали, или не живем, как Денис ночью. Я не жру. В смысле, я не жру ночью. Ты, блин, ты не спишь ночью, ты жрешь. Да, кстати, что ты занимаешься на ночь? Воду пьешься ниже, как это Сашка? Я же, да. Нет, да, мне говорят. Денис ночью проснулся, смотрим в сториз, Денис, а он коллаген, говорит, хреначит. И рассказывает, как у нее будут здоровые связки. А, говорит, видно, глаза сонные, бешеные, тупо голодные коллаген жрет. Сникерс такой у рук я держу, у меня коллаген одной рукой. Не, ну коллаген правда, зашибись, базара нету. Вот, но, в общем, лучше делить дозировку пополам. Всего, или только верно. Но если мы говорим вообще про всего-всего, давай, даже даме тестостерон и нантат лучше ставить два раза в неделю по одному кубику, чем два кубика за раз. Допустим, вот пропианат, да, короткий тестостерон, его говорят, ну, типа, большинство схем через день ставят. Что лучше, через день пополам, либо каждый день по 50. Каждый день по 50 будет лучше. Фон в итоге будет все равно ровнее. Вот, значит, мы за более ровный фон, а не за более высокую концентрацию. Подожди, давай так, если мы как умный тренер и грамотный специалист, мы за ровный фон. А если мы как Руслан Халецкий, которому просто западло колодцу, он просто раз в пять дней набирает вот такой шприц вперемешку всего, взбалтывает. Это рекомендация, как делать не надо. И как бы и захуяривает все разом. Потому что колодца каждый день, набирать эти шприцы тупо нет времени. Я использую только длинные эфиры, ставлю много за раз и редко. Это не лучший вариант. Это не рекомендация, как надо делать, как не надо. Это личные истории. И, кстати говоря, просто очень многие жалуются на образование каких-то уплотнений после инъекции. Не ставьте пять кубов за раз. Я тоже пятерку ставлю за раз. Ничего, такие дозировки сумасшедшие. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Поэтому как так? Мы не поздоровались с подписчиками компании нашей замечательной, дружной. Сегодня мы под руководством нашего самогущего тренера тренируем. Отстающую мышечную группу. Отстающую мышечную группу Дельта. Она причем у всех. Отстающая максимально. Из трех у меня только отстающая. Поэтому он надел футболку. Поэтому моя задача потренироваться. А их задача так. Интересная информация. Кстати, мы вот вначале начали записывать. Ирился к тебе очень хорошо зайдет. Артож, ты со Славиком? А я еще тебе видео скину. Ставлю. Ссылка на онлевый фант. Внизу. Ладно, давайте. Мы начнем. Начнем с разминки. Начнем с разминочки. Блин. Что? Давайте, давайте. С разминки все правильно. А что нет? А что с реакцией? Ты разминаешься перед тренировкой? Ну, с маленькими весами просто. Суставная гимнастика у тебя есть? Нет. Нет, в смысле? Вон он делает вот так, смотри. А я иногда мазью согревающую мажу. Все. Ты разминаешься суставную гимнастику? Ты делаешь перед тренировкой? Нет, я не делаю суставную гимнастику. А ты? Нет. Начинаем с маленькой гимнастики. Поэтому оторванная грудь, оторванный квадрицепс, отрезанная печень. Это не из-за суставной гимнастики, но... Но общий уровень интеллекта... А оторванная грудь тоже. В общем, мы размянули. Нет, подожди, подожди, подожди. Еще надорванная мажета плеча. Как сейчас? Отлично. Нет, серьезно. А получилось без вскрытия, без пришивания. Вот соски показывай там свои. Да я показываю, что не видно. Ну, не видно. Ну, напряги. Закал. Закалывает. Закалывает. Закалывает очень хорошо. И все равно вылетает, да? Высасывается, все равно рассасывается. Быстро рассасывается. Ну, это хорошо, что он так быстро рассасывается. Хороший хитл. Хороший, качественный. Рассасывается. Махи, пожалуйста. Махи, пожалуйста. Махи, махи. Я так тоже, Ром, делаю, чтобы не ходить далеко за блинами. А Рома еще увлажнительные пальчики свои. Пацаны, ты понял? Хват. Это... Тренируйте, пацаны, с блинами. Насколько не лыть. Я помню. Так даже дельты по-другому. И в футболки даже вылазят. Не, фарма, кстати, точно не стоит. Ты без фарма вообще? Шесть недель. У нас 13 дней, потому что я забывал. А, забывал? И пока шел, то подал в бутылку пива, я думаю... А одно другому не мешает? Не помешало. Все болит, ничего не помогает. У меня вообще, ребят, спина сегодня. Ну, ребят, плечи. Ну, и смотрите, как они качаются. А какие качаются смотреть мы не будем. У меня по плану тоже должна была быть спина. Но мы ее уже снимали. Да, мы ее уже снимали, поэтому... Ребят, почему прошу принять такое положение тела? Посмотрите. Теперь, когда он уходился вперед, дельтовидное оказывается. То есть, вот. Если мы стоим прямо, вот оно где. Да, и у нас вверху передняя дельта. Когда мы уходимся вперед, вот на среднее. Поэтому я и прошу держать положение корпуса. Ну, как у Романа, например, руку. Он, конечно, такая меонетка не делает правильно, но говорят... Как это? Что мы с тобой, как два шута. Два шута. Серьезно степлять. Никакой серьезности. Вот почему вот все время, когда мы по отдельности снимаем контент, типа все серьезно и хорошо, но когда вы, сука, вместе, вас невозможно смотреть. Шуточки, минуточки и так далее. У меня есть ответ на этот вопрос. А у тебя? Шуточки, минуточки. Есть текст такой же. Смешной. Ну, давай. Потому что мы... Вот вы видите регулярность роликов, выпускаемые на канале Генетика. А она с нами. Вот мы ровно так и видимся, понимаете? Ну, дорежем. Вот. Мы... Незаметный Денис. Никто не зависел. Передал микрофон. Поэтому мы с Русланом очень редко видимся. И вот, грубо говоря, тот ролик, который вы смотрите на канале, он идет в таком лайв-режиме. Нам хочется и пошутить, и пообщаться. Мы только для того, чтобы поговорить, ролик снимаем. Вот. Ну, по сути, да. Мы снимаем вот такой какой-то разговорный ролик. И ролик, кстати, очень хорошо разбирается на какие-то маленькие, коротенькие потом вставочки, которые вы очень смотрите информативно. Можно выбрать минут пять адекватных. Да. Да нет, ну, а что грустить? А что вам сказать? Давайте расскажу про ионы кальция, которые покидают тракоплазменный ретикул. Вот сейчас все выключили, да? Просто ушли. Нет, а что? Будем сейчас качаться. Сейчас возьмем вот там красивую штангу. Подвесим. Мы сейчас что? Идем. Да, жим штанги стоя. Да, жим штанги стоя. Жим штанги стоя. Да. Хуя себе упражнения. Руслан выбирает. Вообще что-то новое. Неожиданно. А что они в транжерах качаются и им неожиданно? Да надо ему дельты качать, посмотри. Дэвид много не бывает. Он выйдет, и что он там на сцене? Кого выигрывать-то собрался, блядь? А всех дисквалифицировали. Наконец-то Денис станет чемпионом России. Но это не точно. У меня славян готовится. Вообще-то. Ну, нет, славян это. Все-таки еще ему нужно покачаться. Жмем просто наверх? Жмем, жмем, жмем. Ебать, как давно этого не было. Поширь, да? Поширь, мы тут возьмем. Я тут прочитал в одной книжке, что так меньше травматизация плеча. Сихват поширше. О, хрусь. Хрусь. А было слышно в камере где-то? Да, сначала правый, потом левый. Ну что, подстрахуете? Подстрахуй. Вдвоем. Колени подстрахуете. Колени подстрахуете. Корпус выстави хорошо. Одного там в Тае тренера не подстраховали. И шею сломался. Видишь, через тебя скинул, когда сидел. А-а-а. И все, она ему переломалась. А я еще не посмотрел ролик. Сразу. И надеваем блины по... А? Да. Пока босс здесь, задается вопрос. А когда будет подкаст с Русланом? А Рома меня не зовет, говорит, что мы смотреть не будут. С мыслом тратить время свое. Я соблюдаю шубординацию. Не могу сейчас высказать свои мысли. Слухай. Он говорит. Э, Ром, говорю, там против, подкаст снять. Может, приехали. Рус, блядь, смотреть не будут? Давай не надо. Я с Федоровым сделаю ролик. Нормально соберет просмотров. Да. А потом, конечно, выйдем. Ну, хочу, чтобы вы пожали хотя бы 80 килограмм. По 12 раз. В четырех подходах. Я просто сейчас запамплюсь. И не подниму. Что? За памплюсь и не подниму больше. Я в боку пожал, значит, вы пожмете. Вы тяжелее, больше меня. Плечи потом болеет. В смысле? Да. Отчего? Ну, вот у меня. Ну, сейчас разомнемся. Мы лучше бы в хаммере пошли бы пожать. Да в хаммере надоели бы уже в хаммере жать. А для чего они придумали? Чтобы потом пожать, после жима станки стой, их придумали. Я вообще жима не тренирую плечи. Вы все знаете. А хирург сказал, что жима безопаснее, чем маки. Я готов с хирургом поспорить. Потому что теория теории, блядь. Ну, на практике, что совершенно по-другому получается. Я не уверен, где я оторвал. Что? Ну, нет. Манжету. Я тоже жимы не делаю. Ты, в принципе, плечи когда делаешь? Не, ну делай. Машу немножко. Сставной разминки. Ну да. Когда перед грузим. Нам еще? Да. Нет. Пока размяться еще. Соточку разминочные. План был тренировочное видео. Без болтовни лишних делай. Я могу поговорить. Я потом покачаюсь после них. Я сразу в офис приеду. Сейчас у дня. А что я? Вот они потренируются. Потом я позанимаюсь. Ну, в лучшем случае сейчас, может быть, залезу на турник. Но на этот не залезу, он высоко и не допрыгнул. Значит, вниз подсадит. Вопрос, опять же. Вот хирург сказал, что тяжелые махи травмоопаснее тяжелых жимов. Ну, слово тяжелые, он вообще не используется. Да, да. Говорит, тяжелые поднимать вредно. В целом. Так вот, что более травмоопасно. Тяжелые жимы или махи с тяжелыми? Вообще, мне тенденция, которая пошла, о том, что с тяжелыми гантелями нельзя делать махи, потому что манжету можно оторвать. Сужи сделал. Вот. Я об этом и говорю. Под конец. Да не, непонятно. Я вообще понял так. Не будет травм, если ты нормально восстанавливаешься и спишь. Если ты живешь в таком режиме, как я, то бы пизда. Ну, никто не живет таким режимом, как ты. Ты и ты. Ну, никто ничего, наверное, живет. Ну, может, не выступает только. Ну, вот, об этом, да, еще. То есть, когда речь о соревновательной деятельности, то здесь все должно быть. Ну, из хорошего. У меня почти не болит сухожилие. Я вообще в целом сейчас, ну, так скажем, процентов на 70 такой. Мобильный. Ну, восстановленный. И вот смог пожать 80 без боли. До этого не жал, просто потому что было страшно больно. Потом ты пожмешь 100, и опять начнет болеть, и ты будешь опять нежать. Нет, прошлый раз заболел после 110. Стип. Сейчас. Ты понял, что мы с тобой приехали, краски получают в Польше. Прям я прям был вообще в хорошей форме. В Польше с тобой надорвал, помнишь на тренировках? Гантелей, да. Или тренированиями, да, или гантелей. А кто-то уже добился на компенсации. Вот. Но, смотри, очень много, скажем так, теории, и очень много в Инстаграме, и на ютубах, теория о том, что вреднее и как вреднее. Вот. Жимы или мафии. А на практике как это? А на практике, как повезет. Быть честным, да как повезет. Давайте так. Я оторвал грудь на небольшом весе. Дин, спасибо тебе большое. Я оторвал грудь на очень небольшом весе. На четвертом подходе, на десятом повторении. На разогретой уже. На максимально разогретой, да. Это было, ну, в тот момент 140 килограмм это было. Я вот так делал, решил очень легко, решил очень медленно опустить негативно. Она хрустнула. Потеет Виталий, оторвал на 140. Вот там, простите меня, там вообще машина, он, по-моему, там во время своей лучшей формы он травмировал грудь. То есть для Виталика, я думаю, там вообще 140 это было, он, наверное, начинал разминаться в тот момент. Еще пара сильных спортсменов тоже отрывались там в диапазоне 120-150. Никакой-то серьезный вес. Ни разовые повторения даже. Нету такой прямой корреляции, да. И такой статистических данных о том, что вот будешь, блядь, с тяжелым весом жать или махать, и ты обязательно оторвешься и надорвешься. Да, абсолютно верно. О, нихуя себе. Уверенно, красиво. Ни хуя себе. Уф. 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 Все. Было 9, братан. Хе-хе-хе. Повторений. Ром. Легко? 9. Не будет больше? Ну, ты имеешь в виду вес? Повторений точно больше не будет здесь. Нет, тогда и вес не надо больше, конечно. Наработаем 60 килограмм. Ну, то есть, если поддерживать эту интенсивность, то... Давай до 12, чуть-чуть. С чистеньем. С чистеньем. Я боюсь этого упражнения, потому что именно после этого упражнения у меня в свое время поясницу ебануло. Не присед тяжелый, там 250 килограмм, а именно армейский жим, когда ты на последних повторениях выгибаешься. Лучше поэтому я прошу не прогибаться, а лучше дать толчок, но при этом поддерживать положение корпуса без этого сильного прогиба. Вообще, почему я стараюсь не делать жимы? Потому что, ну, львиную долю нагрузки в любом случае забирает у нас передняя дельтовидная и трицепс. Ну, как бы так и есть. Но если ты стоишь правильно, то не на столько. Тяжело с именно жимом штанги стоя отрегулировать так, чтобы еще и среднюю добавить. Тем более с таким весом. Поэтому, когда вес большой на армейском жиме, ты стараешься его сделать так, чтобы было, во-первых, комфортно. Когда вес большой, это понятно, но это не в нашем случае. Ну, для меня, допустим, ну да. Для меня вес на 9 повторений. Ну, вот сейчас вышел. Да, там всего 60 килограммов. Вот. Ну, не знаю. Есть, короче, более комфортные виды жимов, которые проще контролировать. Те же самые хамеры. Почему я говорю про хамеры? Пойдем в хамеры. Нет, 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 я просто говорю, что, ну, как для меня, это упражнение, оно максимально такое. Я стою сейчас с этой штангой, ну, и мне очень дискомфортно, потому что я лет 5, наверное, 7 не выполнял это движение в целом. И контролировать движение так, чтобы попасть вот в ту зону дельтовидной, куда хочется, очень тяжело. Пробуй, как Дениска, в конце не дожимай в замочек. Ага, добавляй. Я еще в смите стараюсь делать такой наклон, чтобы чуть дурно поцепить. Ага, верш. Варум, с коленок сразу добавляй. Оп. Хорошо. Одинсик был. Ну, неплохо. Кстати говоря, да, на канале GSS у Дениски, у Дениска, вышел ролик с его участием в тренировке дельтовидных. Вот. И он там детально разбирает упражнения. И вот он очень интересно про Смит рассказал, про именно угол наклона, чтобы и зацепить в том числе и переднюю, и прям верхнюю часть грудных. Но в любом случае ссылочка будет там на канал в описании. Переходите и смотрите. Интересный ролик. Куда она у него... Ну, висит, да? Висит, блядь. Да? Да? У меня она твердая здесь. Ну, вот прикинь, у него насколько, грубо говоря, работает передняя часть дельтовидных, что задняя у него даже не напрягается. А я, бля, когда облака... Мы вот такую штуку начали у него сзади, пацаны, блядь. А она прям висит у него такая большая. Это не яйца. Яйца там не висят наверняка уже давно. Руслан, давай, признайся. Когда ты последний раз ставил ганатотропин? Ну, очень давно. А ты... Уже месяца двадцать там. Вот теперь... Все нормально висит. Все нормально висит. А тебе на месте у меня? Все с этим хорошо. Ну, я к тому, что очень много споров и очень много всяких схем использования ганатотропина. На твой взгляд, когда его действительно рационально использовать... Когда готовишься к значателю ребенка? Перед тем, как слезть с курса... Ну да, когда ты уже все понимаешь, что ты в группу здоровья уходишь, чтобы быстрее запустить дугу. Да, чтобы она быстрее... А если ты, к примеру, планируешь пару лет сидеть на... Выступаете, сидеть плотно на курсе, на ГЗТ, вот, имеет ли смысл поддерживать дугу, стимулировать ганатотропином, или это в моменте, ты не поддерживаешь дугу, ты поддерживаешь стимулироваться, потому что они начнут быстрее функционировать, у меня почему-то не атрофируются. Особо ни у кого не щупал, не могу, не проводил этот вот анализ. Вот. Поэтому, вот мы же, опять, ты вот верно подметил в начале самом, да, есть теория, есть практика. Все профики забивают болт. Да, когда в стеке ДКТ-препараты, там ничего не атрофируется, в принципе. Вот смотри, я, допустим, понимаю, что такое в стеке ДКТ-препарат, что такое дериват, группа, да, вот этих препаратов, а вот многие подписчики не знают, какие препараты? Мастерон, Примбалан, Станзолол, Бастанзолол, ну, какому как, какого печенка железная. В принципе, вот я из них, чтобы выделил из них самые такие препараты, Прима, Мастерон. И это что? Ну, то есть, дальше мысль, при использовании этих препаратов в стеке, лучше ставить, проставлять ганатотерапин, потому что я чекаю, можно не проставлять. Нет, наоборот, все еще сильнее опухается. Ну, там больше, наверное, вопрос к простате, потому что лично у меня. У тебя вопросов никто не ценит. Ну, а простата, как обычно, где у вас препараты редуктазы больше, там у вас и косяки. У кого соски, у кого кожа, у кого там властистая часть головы, у кого как раз-таки еще что-то. У меня вон уже. У меня вон уже лысинка. Мне, кстати, турецкие клиники неоднократно писали, предлагали бесплатный перелет, проживание, полный пансион, гостиницу 5 звезд, чтобы мне сделать пересадку волос и, ну, типа, что за рекламу. А зачем? Я бы, наоборот, сделал бы себе эпиляцию башки, чтобы не брить ее с танком каждый день. Ну, может, это лучше, да, наоборот, выглядит. Мне, ну, как бы, вот самое долгое, я одни сутки не брею голову, потом я сразу с танком каждый день голову обриваю. Ну, кому-то прям идет просто лысая голова, прям реально. Мне привычно. Вот Дуэн Джонсон, блин, представь его, да, с волосами, ну, что-то не то будет. Вот так смотришь, блин, он брультонит. Представь меня с волосами, тоже что-то не то будет. У меня. Короче, сколько обычно лайков накините на канале под роликами? Ну, среднее количество. Ну, там, тысячи, наверное, полторы. Давай, короче, под этим роликом, если 3000 лайков соберет. Да не соберет, а не ленивые. Соберет. Я Лехе скину фотографию, где Рус с волосами, и мы ее в следующий ролик ставим, блядь, прям самое начало его портрет будет. У меня есть такая фотография в Польше. Шуточки, да? Шуточки. Нет, не шуточки. 3000 лайков, пацаны. Стоимость, да? Стоимость, да. На последнем ролике у Рова причем. Вон. Кстати, очень стилевый с волосиками, да. Фу. На самом деле. Не только здесь, но и когда здесь у него. Ну, ты выглядишь... Волосатая. Да. Ты выглядишь моложе прям. Да, с волосами? Да. Еще побриться. Такое. И еще, когда ты слитый такой весь, не круглощекий. Не круглощекий, сейчас обидно было. Сейчас? Сейчас нет. Сейчас нет. Сейчас ты истощенный, брат. Ну, кстати, вес стабильно больше 100 держится в таком качестве. Да? Прибавил в этом вот. В этом вот как-то всем делах в этих прибавил. А теперь уже давайте сделаем махи адекватным рабочим подходом. Дроп сетами. Три подхода. По 7-8 повторений со сбросом веса. 20-15-10 в достаточно интимном темпе. Один подход. Да. Сразу тремя гантельками. Тремя гантельками, да. Тут мы сейчас после тренировки едем дегустировать ЕАА. ЕАА. Essential Amino Acid. К нему на работу, да? На еботу. Ну, 8 лет по самочувствию. Ножки чуть пошире. Хорошо, поехал. Чуточку повыше локтя. Ну, ты можешь. Ну, чтобы прям сжимай. Ну, видно, там есть еще. Вот. Видно, что есть куда ее сжать. Я почему не наклоняю стимусу, потому что у меня по этому ровно все. Ты можешь начинать, да. И я могу пойти сделать. Я, ребят, как обещал, продолжаю разминаться потихонечку. Нормально. Ты не задумывался уже о создании Тима? Мы настолько, грубо говоря, вы настолько расширились с точки зрения подписанных спортсменов на контракт. Что делать надо? Генетик Тим. Генетик Тим, хорошо. Ну, я имею в виду не... Да уже мы миллиард раз. Я и директор, и уже кем только... Так ты же нихуя не хочешь, блядь. Не я нихуя не хочу. А тебя поймать никак не могу. Опять именно война. Да ты, да. Смотри, приходишь, сам делаешь, потаскиваешь бабки, все нормально. Все научу к работе надо. Как у меня все устроено? Я к тому, что есть очень много, а Халецкий Тим нет. Не-не, Халецкий Тим это не надо. Тогда Генетик Тим. Ну, Тим неплохо. Именно команда соревнующих атлетов, спортсменов. Не команда амбассадоров Генетик Клаб, а именно Генетик Тим. Вы как, ребят, за такую идею? Даже можно... Да-да-да. Ну, то есть можно же... Мы всех говнистых заблокировали, поэтому... Да нет, шучу. Грубо говоря, можно же не подписывать там сразу всех желающих, да? А можно сделать прям реально отбор топовых сильных спортсменов. И уже когда будут соревнования, уже Генетик Тим. Атлет команды Генетик Тим. Ребятам будет сложно в разных городах. У них как-то есть тренерские команды. Я говорю, что мы всех их готовим все-таки. Да, я про это. Ну, слушай, есть зал, в Питере не смогут они выйти там. В Питере им скажут, нет, ты должен выходить, вот, что-то из хаус, алекс фитнес, там что-то еще там какой-нибудь, другой фитнес. Значит, надо свой фитнес построить. Предлагают в Москве отлезть. Да, блядь, почему-то Москва, мы в Питере находимся. Там бабки не заплатят за мое имя. Ебать. Че, Леш? А потом в Питере можно. А потом в Питер французу продать. Надо к Борису Борисовичу подойти. Борис Борисовичу. Не хотите переименовать один клуб? Слушай, я думаю, что переклеим наклейку на входе, никто не заметил. Не сразу заметил. Да, 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 да. Не сразу поймут, где это территориально, в каком клубе. Нет, по второму начинаешь. Во, тут маршал Захаров далеко от центра. С тобой Борис Борисович наверняка не ездит, да. Че, вот я вижу, у тебя движение такое частично тяговое, поэтому ты хорошо, ты прям ее вот сжимай. Сильно. Хорошо. В верхней точке я же вижу, как у тебя движение, ты ее вот так вот делаешь, значит, ты ее вот дожимаешь, чтобы места крепления максимально близко сходились. Вот, хорошо, на выдохе наверху. Сильнее можешь. Ром, корпус держи. Я стараюсь. Не, хорошо. Хорошо, хорошо. Да, со всех сторон. Дэн, не отдыхаем сразу. Сразу, сразу. Надо, наверное, на подход привычку себе какую-то сделать. Микрофон включай. Ну, чтобы не кричитить. Микрофон. А? А, ну да. Ты последний ролик со спиной у меня на канале выкладывал. Тебя захейтили за музыку первый раз, братан. Да. Классная футболка, да, пацаны? Нравится вам? Пить хочется? Попей. Нет, вообще, мне кайф, мне нравится прям футболочка. Она, я посмотрел даже, к Жакаре Андрей приезжал. И мы в топ-джиме снимали ролик. И она прям на видео прям смотрится. Она хорошо. Такая. Ромка в ней здоровее. А без нее вообще пиздец, пацаны. Я специально одел, чтобы Дениса Бажанова немножко... Ну что, вы привыкли, что он самый большой в кадре. Пусть такая остается. Я всегда буду где-то позади. Иллюзия, иллюзия обмана. Да нет, Дениска мутант. Вот. В стим-ролике всегда заходят. На нем хайпится хорошо. Да, Денис? Хайпится на тебе хорошо, да? Да. Да, да, да. Вызови Дениса на бой. Ты взял гантели первее меня. Ты переступил штангу. Ты оскорбил железного бога. Перчатку. Ты отхуесосил Голубочкина. Вырежи, братан. Легенду советского спорта. Ты, блядь, сначала добейся, блядь. Его высот, блядь. Сколько он нараскалывал бодибилдинг насереда? А? Бодибилдинг насереда. Сколько он сказал? Все время. Все время. Говори, Ромя, чтобы он сильнее сжимал дельты. Я первые повторения так и старался делать, родной. Клянусь. На видео потом посмотришь. Да не, я так вижу. Просто... Ты смотришь свои ролики? Я с собой? Ну, на канале генетик. Я не знаю даже, как люди это выдерживают смотреть. Поэтому я не смотрю. А ты с собой. Я каждый ролик сначала. Перед тем, как дропнуть, смотрю. А-а-а. Не, я нет. Молодцы прямо. Динь, ну-ка, жестче давай, вышли. Ну, Динь, ничего не сократилось. Не знаю. Еще. Давай не ужучить так пампинг. Давай делай. В этом же суть. Друзья мои, пампинг, тот знаменитый, который еще с ответа за той эры пытались из него добраться, достичь этого грааля. В чем суть? Закисление мышечной ткани во время физической работы повышает проницаемость клеточных мембран. На том же уровне, на котором влияет на проницаемость инсулин, как транспортный гормон. Поэтому во время нагрузки все питательные вещества, гормоны, пептиды, биорегуляторы, которые у вас крови циркулируют, они более активно проникают в мышечную ткань, в клетку. Поэтому пампинг, закисление, которого мы стремимся добиться, чтобы быть таким счастливым, одухотворенным, воодушевленным лицом, это очень важно. В том числе, анализы, я долил, шуточки у него. Весна-лето, 24-й год, кореянские соревнования. Азиатский регион. Туда будем местить, там почему-то любят славянских ребят. Но опять же, вот у него там травмы ноги, да, но у него тоже база наработана, и я думаю, что ему там небольшими весами можно сделать те же ноги. Да слушайте, ну вот у меня оторванная грудь, ну, грудь как грудь, пойди-найди. Аж сшивал, да? Полностью пришитое. Блин, причем разрыв же был диагональный. Часть сухожилия, часть мышечной ткани, то есть. Поэтому сухожилие пришлось полностью отрезать с обеих концов и вшивать ее в руку. Поэтому, блин, ну, у Ромы тоже визуально как бы бедро, оно без провала. Ну, там, сейчас было какое-то время меньше. Форма мышцы из него. Да, то есть оно какое-то время было меньше по объему. Сейчас практически восстановилось. Форма мышцы, провала нету. Я тоже не думаю, что... Ну, генетическая у него, так сильная часть, она, я думаю, у него вообще быстро... Может, еще даже пизжа будет. Да пизжи некуда. Ну да. Такую глубину. Давай-давай-давай, Ромыч, дожимай. Молодец, хорошо. Еще некуда поменять моей мамы и тренера. Ребят, всем привет. Меня зовут Вячеслав Харистелев, подопечный Рома Калиулина. Сегодня тренируемся в Спортлайфе. Я тренирую ноги, ребята, вот плечи тренируют. И все. Готовимся. Первый турнир будет в Челябинской области. Ебать, Бажанова. 30 сентября. И на Россию. Вот. Готовимся в категорию 100+. В прошлом году выходили до 100 на России. Вот. Сейчас накусали немножко. И будем готовиться в 100+. На России 3, да. Хотя был расчет на топ-6. Но залетели в тройку с первого раза. Вот. С весом где-то 101 на 100. 101. Да. С этой дыхательной будем стоять еще в линейке. Я езжу, ребят, вежу 101 килограмм. Славика еще мясо такое, оно молочное. Но у Славика ляхи. А когда ветераны можно выходить? Во сколько? Нам с тобой год за два, Денис. Ты с тобой же категория 50+. Можете выходить. Сразу же. У нас категория терминатора. Тут подшито, тут пришито. Ну, хоть там может где-то выбрать. Категория классического мультипилдинга. Юниоры. До 75. Славик, это попытки повторить эту знаменитую американско-ордскую мечту из региона. Он переезжает в нас в Санкт-Петербург, в город-герой. Осенью собирается, да, к переезду. Да, его, кстати, на самом деле мне... Насмотрелся, посмотрелся на Халлиулина. На Мерседесах, на Мерседесах, понимаете, по Ситеру двигается, там весь на очках. Хорошая мотивация для мацанов с региона. Хорошая. А вот, Рома Рустин, честная история из Оргска. Да. С 15 тысяч рублей на творог по акции. Ну, типа в 12-м году. Комфортно себя чувствует, довольно-таки. В целом, да. Как мне сказал один очень хороший, словный тренер, говорит, Ромка, говорит, слишком хорошо живет. Он перестал быть, говорит, голодным. Вася, Терпаков, привет. Он говорит, Ромику, говорит, надо это, пиздячик хороший, говорит. Вася абсолютно прав. Это прям 100%. Стыгивает, Ромка, говорит, слишком сильно, говорит, вот как-то так сделал, что больно он себя чувствует. Да. Это все есть. Ну, объективно и, честно говоря, вот этот вот голод, он притупился. Когда ты сытый, какой голод может быть. Вот. Но гештальт у нас еще не закрыт. Мы хотим Олимпия, бла-бла-бла. Но сейчас речь не обо мне. В общем, Славик, он тоже в команде генетика. Вот. И сейчас мы выступаем в сезон. Это не будет откровением для купальных сезонов. Вот. В бикини выступим. Александр Приходько в прошлом году спрашивал у меня, есть ли у меня в команде спортсмены, которые, ну, такие достаточно перспективные. Я скинул страницу Славы, посмотрели страницу, Саша сказал, что пусть приезжайте в Питер. Мы его возьмем с удовольствием в команду и пусть потихонечку-потихонечку у нас растет и развивается. Но Слава тогда очканул. Да, подустал немножко. Прошло вот уже, грубо говоря, полтора года с того момента. И вот сейчас приехал, мы сняли с ним ролик с Александром, тренировочку. И, в общем, смотивировался, и я надеюсь, что осенью, после соревновательного сезона, будем ждать его в команде. Спортлайв, как спортсмена. Ну, и, соответственно, будете ждать много контента, в том числе и с ним на моем канале. В общем, как-то так. Слава приготовил себя на выпады. Слава, ну вот такой же результат годится. Слава, вот ты хочешь добиться результат. Ответь, типа, там, чемпионом стать. Не говори про Мерседесы. Скажи, хочу заниматься бодибилдингом, люблю бодибилдинг с сердцем. Не нужна машина, я сам машина. Давай. Не, ну, в планах, да, такие, стать чемпионом мира, вот как Ромка. Я с него вообще везде пример беру. И, надеюсь, история с Мерседесом тоже меня коснется. Вот. А так, ну, как у любого спортсмена, хочется добиваться высотами на спортивном плане. Вот. Поэтому и решил переезжать сюда, в Питер. Возможности, ну, это ни для кого не секрет, что Питер это такой город, цитадель, так скажем, бодибилдинга. Поэтому нужно ехать, переезжать и уже покорять новые высоты. Вот. Слава Богу, то, что я здесь один не останусь. У меня здесь есть Ромка. Много очень друзей. Вот. Поэтому Да, да, ляг. Немножко поспокойней. Вот. Почему не переехал два года назад, когда предлагали? Ну, потому что не было такого достатка какого-то финансового. Вот. Сейчас уже эта ситуация подустаканилась немножко, так сказать. Есть небольшая финансовая подушка, на которую могу рассчитывать и уже вот, даст Бог, после осеннего сезона перееду в Санкт-Петербург. Так, дальше, Коуч, жим в камере. Слушай, нет, хочу, чтобы ребятам было весело. Хочу, чтобы вы поддержали жим под наклончиком на груди. Да, я понял, да, конченое упражнение. Правильно. Ребятам будет весело. А все, наклон хороший. Вот такой, наверное, чуть-чуть. Да, такой наклон. Такой наклон. Давай. Пятерочка. Когда я... Да. Я знаю. Не хочет ниже. Я знаю эти фокусы. Какие 14? 4. Да, 4-5, но 14 рассказывает. Пусть пообщаются, я буду подтянутся. Дяденька. Не давай им говорить про меня гадости, когда нет. Ну, с чего, давай. Спахай это. Да какие могут быть гадости, господи. 14. За какие 14 мы 14 уже все убились? Это нашим был максимальный вес. Сколько 14? А, я даже не 14 возьму. Пятнашками буду делать. Ну, 7 с половиной. Кривен сказал, 14 я взял на единичку больше. Не важно, что это в фунтах, а он говорил в килограммах. Ну, он издевается, да? Издевается. Это чтобы сетечка была. Тут, поверьте мне, в этом упражнении вес, он, ну, как бы, во-первых, не важен. А, во-вторых, с большим весом не сделаете. Как ноги? Садиться? Садись прям, да. Все. Грудь прижата. Стараемся. Все, да, и наверх жмем. Никогда не делал ее. Бля, какая статика. Прикольно. Вообще, да, из-за того, что вот тебе приходится в статике еще держать вес, который у тебя получается, помимо того, что тебе нужно пожать и сократить, так тебе еще в этой плоскости вам нужно его удержать. Это очень тяжелое с точки зрения технического исполнения упражнений, оно не силовое, то есть вы с большим весом не сможете делать. Ну, 14 для кого-то это, ну, небольшой вес, но для меня в этом упражнении вот 7,5 килограммов вот так хватает. Дать тебе свою жирнуляшку посчитать. Мне бы сказали углей добавлять. А? Углей добавлять. Ну, правильно. 600 сейчас. Слушай, страдает, пацан. Ну что? Плюсите-то в углях. Бедолага, блядь, не знаю. Не знаю. Ну, мы с заборей было меньше, просто печеньки холоп. Хромируй. Что ты контролируешь? Ну, пусть толпунский мейк. Движение гораздо меньше. Надо, может. Не надо, блядь. Прижми лоб. Я не вижу, что делаю. Тебе не надо видеть наоборот. Шея не напрягалась. Блядь, да нет. Да тяжело. Понимаете? Когда делал, блядь? Перестань. Да тяжело. Ну, нет. Нет. Ну, 9 повторений я делаю. 9 сейчас. С двумя килограммами больше, да? Нет, ну не идет оно. Мы же, ну, типа... Ребята, поставьте больше лайков, чтобы ровно скидал больше килограмма. Сука, сколько надо там? Сейчас. Что делаешь, блядь? Что, блядь, делать с ними? Сука. Я ни разу не сделал, блядь. Я их только попытался выпрямить, понимаешь? И у меня руки туда упали. Что вот взял я побольше? Взял, и ничего. Вон лежат они. Запирай. Я и с этим, правда, не могу. Пусть она болеть не будет. Пацаны, не вырисуйся. Я проверил. Будем делать самую отстающую часть моей мышечной группы, пучка, задней дельты. Чтобы качался уже. Сейчас, получается, еще раз. Да, да, да. Будем делать сверху, с косичкой будем делать снизу. Снизу я никогда не делал. Сейчас проверим. Может, спину заодно накачаю свою. В теорию. Когда нет дельты, тогда нет дельты, блядь. Что вот это, пацаны, дельта? Смотри вперед. Сюда, смотри. Смотри сюда. Смотри сюда. Тяни дальше. Смотри сюда, тяни сюда. Там будет спина сокращаться. Сразу трапеция, блядь. А, блин. Если вот перекидывает, смотри. Ух. Не, ну смотри. У меня 500 грамм риса, 600 картошки. А как фруктами-то добирать, блядь? Углеводы фруктами добирать? Хуйна, блядь, ебану, рот. Углеводы, должность, а не фруктозу, блядь. Да фруктоза, блядь, это агрессия, значит. Нет, блядь, какие фрукты. Сколько ты? Десять арбузов. Да, блядь. 80-20 баллов. Да, да, да. Сука, это надо будет вырезать. Вообще жесть. Ты что, надо вырезать, вырезаться не будет. Прикольно. Кайгрин, да. Тут, правда, 8 ебал 2 ел, но тут наоборот. Начнем. О, жесть. Это, сука, было очень смешно. Верх грудных попадает, брат? А я немножко специально туда еще. Верх много не бывает. Особенно, когда его нет. Как у меня. Не, ну переднюю дельту прям пиздец. Четко. Мне нравится. Полегче, нельзя что-нибудь. У Ромки передняя дельта перечачена. Он поэтому взял пошире, чтобы среднюю зацепить. Здесь, кстати, у нас еще и задняя подключится. Я ничего не говорю. Это хоть что-то у Ромки перекачано, блядь. Кроме языка. Вот. Да нет. Ничего такого сверхъестественного в этом тренажерчике нет. Ну, прикольно. Ну, плавненький ход. Хороший. Да. Вообще линейка, в принципе, хорошая. Плавный ход и то, что руки независимо друг от друга работают. Не, одно дело, когда ты вот, ну, типа, в теме бодибилдинга, но живешь где-то в глубинке, на всех в инстаграме подписан, всех на ютубе смотришь. И другое дело, когда ты приезжаешь в город, приходишь тренироваться в зал, а тут вон Руслан ходит, блядь, сторисы записывает, Дэн Бажанов, блядь, бисов скачает. И Ромка Халюль. Ну, Ромка Халюль. Они притом, да, они притом еще разговаривают с тобой. А, этот Дырявый. Ну, все, они про тебя знают больше, чем ты сам про себя знаешь. Не, круто, я-то помню первую свою Россию в 2016 году. Я увидел Романа Дудушкина в первый раз. И Абакарова увидел в первый раз. И, короче, блядь, ну, я никому не подходил фоткаться. Я так стеснялся, пиздец. Я так боялся как-то вот, ну, что-то в личное пространство вторгнуться. И сейчас очень сильно стесняюсь. И ребята, которые, ну, не подходят, стоят. Я вижу, как они возле стенда мнутся, 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 мнутся стоят. Я их прекрасно понимаю. Но мы, допустим, ну, не мы, а вот такие атлеты, как Денис, Руслан, медийный, скажем так, узнаваемый. Вот. А, нет. Вот. Наоборот. Кайфово и приятно, когда вы подходите, просит там сфотографироваться, пообщаться. Мы всегда открыты к этому общению и с удовольствием всегда. Ну, то есть это не то, что работа наша, а это кайф. Так что не бойтесь, не бойтесь. Подходите, да. Я вас не съем. Ну, работа, да. Работа – это прийти и встать на стенд. Но уже когда процесс начинается, конечно, целый день, когда стоишь на стенде и фоткаешься, и какими-то там словами там перекидываешься, энергозатраты чисто морально очень тяжело. Но от того же и идет заряд. Мы так же тоже, когда приходили, общались со всякими известными, да, ну, блядь, не блогерами, а спортсменами, да, мы мотивировались. Так же сейчас они к нам подходят и так же мотивируются и говорят приятные слова. Так что все, мы все помним, так же все было, и мы-то это проходили. Это все как этот, Сансара, да, круговорот людей, вот, это все так же работает и круто. Вы заряжаете нас тем, что смотрите, следите за нами, комментируете, вот. А мы заряжаем вас, ну, тем, что делаем. У меня было три мечты, на самом деле, когда я занимался бодибилдингом. Ну, это год, наверное, 10, 11, 12, когда в меня это только-только я все это впитывал, всю эту культуру. У меня было три мечты. Я тогда смотрел YouTube You Gifted и вот эти все каналы Bodymania, вот, они начинают развиваться. У меня вот было три мечты, вот, реально, в Питер, когда поеду, там, просто. Это первое, потренироваться в Спортлайфе, потому что тогда было очень много на YouTube спортсменов с командой Спортлайф там. Ну, в основном меня, да, 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 Лера Сматов там, ну, много хороших спортсменов прошло через компанию Генетик. Это вот потренироваться в Спортлайфе обязательно. Второе, это, ну, когда-нибудь я грейдил, чтобы сотрудничать с компанией Генетик Клаб. И третье, это потренироваться в Алмазе, где Леша Лисаков, все, тогда же это все на хайпе прям было. Вот это были мои такие три мечты, что когда попаду в Питер, обязательно вот их осуществлю. НПС, ты в курсе, да, что в 24-м году региональные цифры? Да, слышал. Считаю, что это, в принципе, теряется для меня вся в прошлом суть отсутствия определенного владельческой привязки. И когда, то есть, раньше как бы можно было поехать на крутой турнир НПС-шный, приняв такое решение. Теперь нужно выступить просто на... Пока, пока, да, на Абишинском региональном турнире. На него, где, в общем, у шторки постоять. То есть, турниры НПС-шный, проводимые сейчас в России, но не дотягивают до уровня, что реально так, большинство в нынешний момент АИББ-шных турниров России. Даже региональных. Да, то есть, все равно сейчас уже там, ну, очень много, где красивая сцена, там, по организации плюс-минус, ну, толково. Поэтому, либо нужно подтягивать теперь вот НПС-турнир, он все-то будет, наверное, один, да, этот квалифайр. Ну, это сколько там? Два. Ну, как бы... А кто у нас? Гришина еще? Гришина, может, это еще будет делать? Ну, нет, она одна у нас пока. Короче, это просто она проводилась. Worldwide Russia, а она сейчас только и все. То есть, все НПС-турниры организовывают, грубо говоря, на ее команде. Я думаю, это даст... А, я не знаю, что-то. Ну, а ты же понимаешь, для чего это сделать? Для того, чтобы на регионах хоть кто-то был, туда же никто не ездит. Потому что никому это не надо? И они не зарабатывают деньги с этого. А НПС-турнир – это любительская, ну, федерация американская, а у них все про деньги, понимаете? Они должны зарабатывать деньги. Они проводят турнир, вкладывают там пусть и немного на организацию подобного регионального турнира, но, тем не менее, он не несет им никаких денег, потому что сейчас их очень мало. Там все расходы судьи привезти. Основные. Да, основные. Проще сделать российские инфекции, что судьи, кстати. Но у нас же уже есть. Да? Да, в Москве там. Да, да, да. Ну, я имею в виду всех. Ну, вообще нет, не вести американцев, так они нужны. Ну, им надо. Ну, им понятно, да. Да. Что, был судья американцев. Ладно, в общем, короче, я... Да нет, я не негодую. Санта 9, хозяин, барин. Спортсмены выбирают, где выступать. Организаторы выбирают, как проводить турниры. Поэтому, благо, есть огромное количество выборов. IFBB, NPC, NBC, Федерация Натурального Бодибилдинга. Есть такая же, да? Дэнчик Пикар. Ну, НАПа у нас есть такая же, там что-то турниры какие-то. ВАБа, блядь. ВАБа, НАХ. Можем с тобой придумывать любые три буквы, никто не проверил. НАХ. НАХ, ёпт. НЕ, НЕ, НАДО Б СЛОВО, НАДО Б. Ну, вот этот темп. Гайнулин, Рубин-то у нас с УФИ. У нас там хоть ВАБа или какую-то федерацию лоббируют. Там, там, Амбассадор от федерации. Да. Ну, не знаю. Я просто знаю, ну, то есть я слежу за ним. И, да, вот ВАБа у нас есть еще такая. Ну, это альтернатива. В общем, выбор есть. Решать могут все сами. А можно вообще не выступать, быть красавчиком. Ну, да, нет. Все равно придется на Питер приехать. Выбор есть всегда, но на регионе надо выступить. С Дениской зарубиться надо все-таки. Или пофоткаться. Ну, пускай готовится соперник. На 8. Ну, вон. Славик. Тебе как есть? Славик молочный зуб пока еще в категории. Почему, почему? Славик теперь больше никого не знаю. Теперь Славик будет типа топ-2 России. Ну, я думаю, Славик Хватов, наверное, да? Хватов нет. Хватов молодец. Хватов молодец, да. Руслан даже ему деньги заплатил. Абсолютно. За то, что он молодец. А? А вы видели, как он тренируется? В мини-амплитуде, как у него. Коротенько, да? Да. Ну, хорошо работает. Статодинамик. Нет, хорошо работает. Там видно, что чувствуют мышцы. И, ну, то есть, как говорят, вообще пухуй, как он делает какое-либо упражнение, когда на нем это работает. Да, когда он, бля, выходит просто такой шматок мяса. Используйте качественный самотропин. Используйте качественный витамин для восстановления. Бизон, самотекс, неотроп. Он заканчивает свою мега тренировку. Сегодня Руслан был по поводу нас. В общем, мы все уже сказали. Будем рады вас видеть. Везде на стендах, где мы будем. Добра, бобра. Поддерживайте на соревнованиях. Подписывайтесь на наши все каналы. А вообще красивая одежда. И еще куча очень некрасивой одежды. Ссылки в описании будет. Найдете все. Всем пока, пацаны. Ром. Чуть-чуть. Ты следующий. Живот, Дэн. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...